Приветствую вас, друзья, на канале. Сегодня будет интересное видео. Принесли на ремонт офигенный инструмент Hilti. Очень качественный. Я уверен, что об этом производители многие слышали. Это очень недешевый электроинструмент. Инструмент работает, но проблема в том, что аккумуляторов уже не хватает надолго. И нужно срочно что-то с этим делать, потому что клиент зарабатывает этим постоянно. И каждый день простоя выливается ему в копеечку. Понятное дело. Этот аккумулятор тоже показывает заряд. Маркировка на аккумуляторах B22. Этот на 5,2 ампера. А этот на 8 ампер. Проблема может быть такая, что внутри стоят умные BMS, которые не дадут ничего переделать. Бывает такое, что демонтируя литиевые элементы из аккумулятора, BMS уходит в защиту. И потом требуется перепрошивка BMS на специальном оборудовании. Но для того, чтобы узнать, какая там стоит BMS, надо хотя бы разобрать и посмотреть, что внутри. Hilti делает классный инструмент. И на него приятно смотреть не только снаружи, но и изнутри. Вот так вот выглядят батареи. Здесь оказывается уже новая батарея. Собрана на элементах 21700. Samsung 21700. Силовая часть здесь никак не контролируется. Транзисторов силовых здесь нет. Также и здесь. Здесь 18650 Samsung 25R 6S 2P. Также и тут 6S 2P. Хоть силовая часть батареи здесь не контролируется, но BMS может давать сигнал на вот эту вот часть самого электроинструмента, что батарея неисправна и электроинструмент, возможно, не будет работать. Поэтому просто так обесточивать саму схему я бы не рискнул. Батареи не дешевые, могут заблокироваться BMS и подавать сигнал в инструмент об ошибке. И он не будет работать. Также клиент мне сказал, что эту батарею он купил два года назад, а эту батарею купил месяц назад. Плюс он работает на морозе. Сейчас как раз начались пониженные температуры. И у меня закралось сомнение, что эта батарея точно, скорее всего, исправна, просто замерзает. Это, возможно, тоже имеет немножко пониженную емкость, но тоже может замерзать. И поэтому он жалуется. И проблема не в элементах. Поэтому сейчас я подключу батареи к зарядному устройству. Так как силовая часть здесь никак не контролируется, то блокировки самой схемы не должно произойти в принципе при замере емкости. Батареи, конечно, заряжены, но на всякий случай я ещё могу проверить параллели, насколько заряжены. Отбалансированы они или нет. 4,14. 4,14. 13. 13. 13. 14. Да, балансировка практически идеальна. У этой батареи, что 4,07, 4,08, 0,7, 0,8, 0,8. Тоже всё чётко бьётся. Поэтому смело можно подключаться к выходу батареи. Разбаланса нет. И замерять емкость. Разряд 6S, поставлю 5 А, до 2,5 Вольт. Но всё равно нужно будет следить за напряжением на параллелях. Особенно у этого аккумулятора. Потому что он более старый, может быть разбаланс. Верхнее напряжение может быть сейчас в норме. Но если какая-то из параллелей имеет меньшую емкость, она первой разрядится. И при таком способе подключения напрямую можно разрядить в ноль эту параллель. Также и здесь обязательно буду всё контролировать. Потому что батареи не дешёвые. В этой процедуре ничего сложного нет. Просто нужно будет мультиметром подключаться и контролировать в процессе разряда напряжение на параллелях. Вот как раз тот момент, когда левый аккумулятор уже начинает разряжаться. Некоторые элементы уже разрядились даже ниже 2,5 Вольт. А какие-то всё ещё выше 2,5 Вольт. 2,63 Вольт. Это, конечно, не критично в такой батарее. Тут по-любому схема следит за этим. Всё, отключаю. Батарея отдала 4 Ач. Я считаю, конечно, что это более-менее нормальный показатель. 4 Ач за 2 года с 5,2 Ач. Но написано здесь 5,2 Ач. А по факту-то стоят элементы Samsung 25R. Samsung 25R имеют ёмкость 2,5 Ач. Параллельно по 2 Ач мы имеем ёмкость 5 Ач. Почему они написали 5,2 Ач, непонятно. Хитрые. Преувеличили, кстати говоря. Не очень хорошо. Hilti. Вроде бы известная фирма. А зачем так пишет? Это плохо. Всё, сейчас подожду, когда этот аккумулятор разрядится, чтобы узнать его ёмкость. Я бы не стал, конечно, менять в этом элементы. Вроде бы всего лишь на 1 Ач. Но как захочет клиент. Я ему скажу. Если он захочет реально увеличить ёмкость, поменять на оригинальные LG-шки HG2 с ёмкостью в 3000 мАч. И будет ёмкость 6 Ач. Если он готов, то поменяем. Но я так думаю, что это мороз просто. Пониженные температуры сказываются. Плюс уже немножко он подшатанный, конечно. И ещё сильнее сказывается это. Что раньше батарея разряжается. Второй аккумулятор разрядился. Его ёмкость 7,5 Ач. Я считаю, что это норма. Ничего с ним делать не нужно. Будет работать отлично. Тем более, ему всего лишь месяц. Левый аккумулятор я тоже считаю, что трогать не нужно. Но клиент хочет поменять там элементы. Увеличить ёмкость до 6 Ач. Здесь интересно сделано. Скорее всего, схема в защиту не уходит. Потому что клиент сам скидывал вот эти вот разъёмчики. Схема продолжает работать. Я даже пробовал скидывать полностью. Здесь вот таким вот образом сделано. Никакой жёсткой пайки здесь нет. Просто контакты прижимаются. И по-прежнему схема работает. Мало того, если подключить сейчас к шуруповёрту, он даже пытается работать. Очень странно. Значит, никаких вообще защит здесь нету, что ли, получается. Офигеть. Как так? Ну, Hilti, конечно. Хм. Удивило, удивило меня. Подключил к шуруповёрту. Аккумулятор разряжен. Сейчас попробую зафиксировать патрон. Срабатывает защита. Если я поставлю назад и подключу всё. Она точно так же себя ведёт. Очень странно. Как так? Что BMS подключено, что не подключено. Получается, схема здесь контролирует только заряд элементов. За разряд элементов отвечает, скорее всего, шуруповёрт. И здесь стоит схема, которая контролирует только лишь выходное напряжение с аккумулятора. Получается, им на аккумуляторы наплевать. Это расходный материал. Я так полагаю. Других объяснений этому у меня нет. Пишите в комментариях, согласны вы со мной или нет. Аккумуляторы у Hilti это расходный материал. Элементы в батарее заменены. Не нашлось у меня LG HG2 нужного количества. Я поставил сюда Samsung 30Q. Это аналоги. И у тех 3000 мАч, и у этих 3000 мАч. Длительные токи на разряд 20 А. Они полные аналоги. При демонтаже я подключил к выходу батареи лабораторный блок питания. Подал около 20 Вольт на всякий случай, чтобы плата защиту не ушла. Мало ли чего. Далее, какие здесь еще сложности есть. Здесь все, весь пластик вместе с термоусадкой был пролит клеем. Демонтировать это было очень сложно. Я пробовал и греть, и что только не пробовал делать. В итоге срезал, где был доступ к термоусадке, полностью срезал. И пытался просто плоскогубцами это аккуратно приподнимать. Начал отгинать потихоньку пластик и доставать по одному элементы. И таким образом получилось высвободить холдер. Также нужно не забывать поставить на место датчик, термодатчик. Я приклеил его вот на такой термосиликон. Очень хорошо держит и проводит тепло. Сейчас пробую вставить шуруповерт. Думаю, что без проблем работает. Заряд показывает почти полный. Поставлю в зарядное устройство. Зарядка может его не принять, конечно. Так как мы отключали здесь вот эти вот части. Но здесь они такие, что они в процессе эксплуатации могут тут при падении, допустим, на какое-то мгновение разомкнуться. Именно поэтому, думаю, плата здесь без проблем будет работать, даже если полностью ее обесточить. Потому что иначе, если бы плата при обесточивании обнулялась, блокировалась, вот такие вот бы контакты никто бы здесь не делал. Это небезопасно в этом плане. Заряд идет. Чуть-чуть подожду, не выдаст ли ошибку. Так, что здесь с напряжением? А если отключить... Да, напряжение меньше. Значит, заряд идет... Да, причем довольно большим током, раз так напряжение поднимается на таких элементах, причем по два в параллель. Но это и заметно. Элементы едва заметно стали теплыми. Прошло 23 минуты. С момента, как я поставил аккумулятор на зарядку. Прошло почти 27 минут. Аккумулятор зарядился. Больше он не становится на зарядку. Система не такая тупая. Не добивает аккумуляторы. А если сейчас поставить... Тоже не пытается добивать. Ну, такое вот небольшое видео. Надеюсь, вам понравилось. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Я рад каждому, кто смотрит мои видео, делится ими. В соцсетях ставит лайки, оставляет жирные комментарии от 5 и более слов. Это помогает продвигать видео и канал в целом. Хочу, чтобы как можно больше людей увидело это видео. Особенно тех, у кого есть подобный инструмент. Этот инструмент очень надежный. Единственное, что здесь может выходить из строя, это аккумулятор. Заменить элементы здесь, в принципе, не так сложно. Хотя я помучился, чтобы высвободить здесь элементы из холдеров. Но при желании, все возможно. Сейчас соберу аккумулятор в корпус. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Увидимся в следующих видео. Всем пока!